Такая интересная шифра, потому что иногда вопрос с информационной открытостью удивляет, но губернатор Ленинградской области провел более 110 пресс-подходов. То есть это, на мой взгляд, говорит о том, что мы всегда с величайшим удовольствием отвечаем на наши вопросы, в том числе в рамках такой формы, как пресс-клуб. Я, кстати, хочу напомнить тем, кто сидит в уютном зале ТАСА, что за нами по видеоконференц-связи наблюдают коллеги из Кингисепского, Кирижского, Волосовского, Тиклинского, Подпорожского, Лужского районов, а также из города Сосновый Бор. И, кстати, хотел сказать, что вчера, на самом деле, Александр Ильич провел еще и сотую телефонную линию. На самом деле, если в среднем, получается, 8-10 звонков удается принять, то это достаточно большая цифра по поводу того, сколько может человек дозвониться, задать вопрос. Вообще, хочу сказать, что в 2015 году общий объем поддержки, который мы направили на сельское хозяйство, тоже беспроцедитен. Мы никогда так не поддерживали сельское хозяйство 7,7 миллиарда рублей на поддержку сельского хозяйства. Не дотянули до 8 миллиардов, тоже мы побили 5-летний рекорд, потому что я в 2012 году говорил, что к концу 2017 года уровень поддержки сельского хозяйства составил 8 миллиардов рублей. Но не дотянули, я думаю, что дотянем. Если бы за 3,5 года таких богатей были бы достигнуты в советское время, а несколько членов правительства получили бы ордена Ленина и звание Героя сельского труда. Но для нас главное это уважение, поэтому на него и рассчитываем. Самое главное по лесному комплексу. Сегодня очень многие ругают лесной комплекс, говорят, что мы не того короля топографа уничтожаем, и не то рубим, не так за лесным комплексом ухаживаем. Хочу сказать, что мы занимаем второе место в Российской Федерации по всем показателям, связанным с заведением лесного хозяйства. Утульчиво второе место. Поэтому, когда нас критикуют, я очень бы хотел, чтобы те, кто нас критикуют, немножко глубже вникали в ситуацию. Потому что один человек, который живет в дачном доме, видит, что за его забором рубит лес, начинает кричать, что вот неправильно рубит лес и подхватывает УНЭП на всю Россию. Вот рекомендация УНЭП, все-таки разбирайтесь в ситуации поглубже и обращайтесь к специалистам, в том числе и правительственным. Мы не враги, мы всегда открыты для контакта. И, по крайней мере, объективно, с твоей точкой зрения, доведем. 32% древесины мы экспортируем. Причем не обязательно в другие страны, мы в том числе продаем, кстати, древесины в другие регионы. Но этот показатель достаточно хороший. И мы остаемся одним из лидеров Российской Федерации по показателям сбережения леса. У нас один из лучших показателей по восстановлению. Вы знаете, что мы открыли несколько питомников. А русский питомник у нас вообще является одним из лучших в Российской Федерации. Мы сегодня ведем лесовосстановление на 18,5 тысяч гектаров. Показатель при соотношении площади и восстановления лучших в Российской Федерации. Причем через искусственное лесовосстановление половину, 9,4 тысячи гектаров. В России пока не дотягивает до треть. Знаете, почему это произошло? Абсолютно понятные прозрачные условия для бизнеса. Абсолютно честные, справедливые. В рамках выстраивали прямого диалога. И плюс программа соцобъектов обмен на налоги. Которая толкнула бизнес для того, чтобы он приходил, регистрировался, работал в Ленинградском обществе. 20 соглашений заключено. Приведу только несколько цифров. До конца 2022 года будет построено по этому соглашению уже сейчас. 60 социальных объектов. 44 детских сада. 16 школ. И плюс еще по этой программе будут строиться еще 5 поликлиник. 3 крупных спортивных объекта. И достаточно большое количество непунктов цифров. Это отделение врачей, участковых врачей. Это так называемые медицинские пункты, типа 5-6 пунктов, но в городе. Когда там на два врача, значит, выделяется помещение для того, чтобы они работали как врачи общей практики, значит, участковые врачи. При этом хочу сказать, что мы преодолели страхи всех наших друзей и недругов, когда мы говорили, что мы в цели прекращения строительных войн на себя заберем все функции, связанные с контролем градостроительной деятельности. Все говорили, вы не справитесь с этим объемом. Вы, значит, остановите жилищное строительство, остановите промышленное строительство, тогда вы закликнетесь. 75 тысяч договоров долевого участия в этом году заключили. На 17 тысяч больше, чем в прошлом году. При этом аппарат. В целом умилиться на 10 человек. А в районах, значит, этим занималось более 100 человек. Прямое доказательство того, что можно эффективно работать, если нормально, открыто и честно определены правила игры. В 2015 году мы продолжали работу по достройке объектов обманутых дольщиков, вкладчиков. И хочу сказать, что мы сократили количество пострадавших граждан очень существенно. Вы знаете, что даже господин Хинштейн, который эту тему ведет по России, отметил Ленинградскому как лучший регион по работе с обманутыми дольщиками и вкладчиками. Да, у нас есть в строительном комплексе проблемные вопросы. И проблемные вопросы номер один – это отставание строительства инженерных сетей, дорожных сетей, социальных объектов от того, что уже понастроено. То есть мы вот здесь сейчас начинаем работать с всеми объектами, которые мы получили. Я уже так называю вещи своими именами. Это такая, значит, очень плотная застройка Новотевяткина, очень плотная застройка Мурина, очень плотная застройка, так сказать, рядок кварталов Северского района и непосредственно города Северской, Колтыши. Но впредь этих стройок уже не будет. Все, что сегодня строится, оно строится по, значит, современным, я бы даже сказал, мировым стандартам. По дорогам у нас остаются проблемы. Дорожный фонд составил рекорд на 10,5 миллиардов рублей, причем мы его не подтвердим, этот рекорд. В 2016 году у нас будет 80,5 миллиардов рублей. В Дорожный фонд, потому что мы в этом году выделили опережающими темпами более 3,5 миллиардов, на Дорожный фонд в расчете на то, что мы рванем по дорогам и Дорожный комитет сможет эти деньги освоить. Не смогли. Знаете, кто вам говорит? Ну, не шмогла я. Вот раз не шмогла, значит, то накажено как раз, так сказать, снижением 2 миллиардов, значит, из Дорожного фонда. Это вот помимо того, что представитель Дорожного комитета уже лишен годовой премии на 50%, хотели на 100, но профильный запрет отстоял его, сказать, что все-таки год был очень тяжелый, мы впервые начали работать с федеральным бюджетным, по крупным стройкам и так далее. Значит, хочу сказать, что мы понимаем, что у нас серьезной проблемой остается жилищно-коммунальное хозяйство. Тем не менее, количество аварийных ситуаций, техногенных отключений, несмотря на ухудшение погодных условий, климатических условий, в этом году на 40% ниже уровня прошлого года. А сроки на их ликвидации в этом году еще улучшены почти на четверть по сравнению с 2014 годом. Вообще, для меня важно, когда я оцениваю работу своих коллег, не работа сегодняшнего дня. Для этого есть представители комитета, начальники управления, муниципалы и так далее. Сегодня зампреды и вице-губераторы должны работать на перспективу. Они должны смотреть за горизонт или, по крайней мере, в горизонт. Люди, которые работают в ТИП, на сегодняшний день, они должны занимать другие позиции. Здравоохранение. Самая проблемная отрасль сегодня по оценке жителей Ленинградской области. Это понятно. Мы вошли, во-первых, в реформу, которая не совсем оказалась удачной. Второе. Мы потеряли определенные темпы, когда принимали здравоохранение от муниципального уровня на свой областной уровень. Сейчас мы эту ситуацию отстраиваем. Для нас задача очень простая. Трехуровневая система управления здравоохранением. Это первое, простейшее. Это пола в полку, извините меня, до капельницы и анализов. Это физико-кушерский пункт акулатории. Второе. Основной массив, 75% медицинской помощи. Это получение на уровне поликлиники больницы и межрайонных больниц узловых, четырех. И высокотехнологическая медицинская помощь, которая должна оказываться на базе двух клиник. Я даже назвал уже не больницы, а клиники. Это областная клиника, взрослая и областная клиника детской. К этому мы будем идти. И для этого мы будем серьезно менять свои отношения и к структуре управления, и к другим серьезным вещам. Но нельзя операцию по ЧИИ делать в областной взрослой больнице. Ну смешно это. Или приезжать и вырезать гламбы там. Или аппендицит. Это все должно делаться на уровне районных больниц, либо если операция по осложнению, типа статирования, либо там, значит, актомология, это делается на межрайонных четырех больницах, которые у нас являются узловыми. Областная больница должна иметь именно функции клиники, где делаются, значит, роботодизиороботы, где кибернож, где супер, значит, современные, так сказать, нейрохирургические стенды работают и многое-многое другое. Где хирурги проводят не лист операций в год, а по тысяче-полторы тысячи операций в год. Вот такая должна быть областная больница, детская и взрослая. К этому мы будем идти. Это задача, которую я перед собой ставлю, мы ее достигнем обязательно. Программа, которая, я думаю, скоро начнет тиражироваться. А тем более, что это было сказано в том числе в поставке президента, это будет тиражироваться по всей Российской Федерации. Я думаю, что мы здесь успехов добьемся. Тема, которая всплыла последний год, это тема экологии, тоже понятно, почему. Здесь мы открыты для диалога, мы очень много делаем, хотя замечаю только плохое, хотя давайте честно скажем. Волхонскую свалку закрыла правительство Ленинградской области. А полигон Красный Мор закрыла правительство Ленинградской области. Ну давайте будем оптимистами и реалистами. Общественность была и пять лет назад. И также выступала и против Волхонки, и против Красного Мора и так далее. Не было поддержки на уровне региональных властей, не было решений. Пошла поддержка на уровне региональных властей, пошли конкретные решения. И также будем работать и по остальным полигонам и свалкам. Сейчас готовим серьезную программу. На эту тему появятся у нас законы. Очень серьезные Ленинградской области появятся. У нас очень серьезная структура. Это региональный оператор по вращению с отходами. Я думаю, что мы наконец выстроим хорошие коммуникации с Санкт-Петербургом. Нас услышали, опять-таки наши предложения поддержали. Со следующего года за мусор будут все-таки платить полигоны и полигонам, а не тем, кто перевозит мусор и неизвестно, куда он его перевозит и куда складирует. И многое-многое другое. У нас этот год был годом правил культуры. Мы никогда столько не вкладывали в фотосель культуры. Мы никогда не решали столько стратегических задач, сколько решили в этом году. И, конечно, нам помог тот факт, что год был юбилейный. Семьи сетей Победы и под юбилейную дату мы получили очень серьезную поддержку. С федерального бюджета на серьезные проекты размахнулись. И в то же время мы реализовали ту идею, с которой я выходил как раз в 2012 году. Это сделать Старую Ладову центром культурного протяжения, исторического протяжения Северо-Запада России. Таким хорошим, хорошей вишенкой на торте. Это, конечно, установка памятника Юрику и Олегу. И продолжение федеральной программы нас включили и на следующий год, и на ближайшие три года в федеральную программу по Старой Ладоге. И, конечно же, выделение серьезных сотен миллионов рублей на программу, обустройство туристических маршрутов Старой Ладоги. Это такая серьезная поддержка. Это и поддержка Старого Выборга. Это и, наконец, передача нам серьезных памятников, как Капове, как Усак в Тайцах и многих других, в областную собственность и многое-многое другое. Да, нас продолжают критиковать, причем по спирали. Но я уже к этому привык. Чем больше мы делаем, тем больше нас критикуют. Меня в этом убедила последняя телефонная прямая линия, когда три звонка были с Луги, начинались со слов «Спасибо, уважаемые губяты, за то, что у нас построены в Луге, например, детские сады». Но нам хотелось бы, чтобы еще там и там было построено, и дальше такая идет критика. И спасибо, губяты, у нас по программе «Реновация» отстроена третья школа, но почему не пятая? Пятая больше, и дальше по программе и так далее. Это нормально. То же самое мы видим и по культуре. Чем больше мы делаем, тем больше дискуссий, правильно ли мы делаем, то ли мы делаем, а почему мы делаем вот здесь, а не делаем там. Это нормально. Пусть общественность подключается, пусть общественность работает, пусть общественность критикует. На то, в принципе, и есть власть, чтобы ее критиковать. Власть обычно не хвалят, когда власть хорошо работает, ее просто не замечают. Это тоже нормально, я это спокойно воспринимаю. Хочу сказать, что мы впервые выделили столько денег на реставрационные работы даже из областного бюджета. Не буду на этом останавливаться. Не буду останавливаться на спорте, вы тоже знаете, что здесь прорыв у нас. Такого количества спортивных объектов, которые мы строим сейчас, мы не строили никогда даже в годы советской власти. Никогда. Столько в Ленинградской области не строилось спортивных объектов. Только стадионов, пришкольных и поселковых стадионов, современных, построено больше сотни. Больше сотни за два с половиной года. Мы сегодня уже в традиции, что мы каждый год открываем ледовую арену и бассейн. И эта традиция будет продолжена. Мы сегодня замахиваемся на более серьезные спортивные объекты, такого серьезного уровня. И мы начинаем строить, я хочу сказать, это все решение принято, мы начинаем строить центр волейбола в Сосновом Бороне. Мы сегодня, я думаю, все-таки дожмем ситуацию и нам передадут стадион «Спартак». В Откратчине мы построим современнейший, лучший стадион, но своего типа, на северо-западе. И многое-многое другое. Еще раз говорю, что и самое главное, что мы еще научились строить спортивные объекты при поддержке частных инвестиций. Это тоже очень важно, потому что мы привлекаем частные инвестиции в спорт. И эти частные инвестиции окупаются за счет того, что мы датируем занятия детей, датируем стариков и так далее. И мы 8 бассейнов в ближайшие 2-3 года построим за счет частных инвестиций. Сейчас мы ведем переговоры о начале строительства ледовых аренов через частную инициативу. Мы, например, видим, что в тех же Колбышах, в деревне Старая, сдали ледовую арену 24 часа в сутки. 24 часа. Сейчас, правда, стало меньше, потому что нужно время на восстановление льда. А так вообще заявок на круглосуточные использования. Ночью приезжают из Петербурга взрослые дяди и по ночам играют в хоккей. И приезжают с целыми семьями, рано утром катаются на коньках и так далее. По демографии. Наконец мы сломали ситуацию плохую демографическую. У нас есть, пусть небольшой, но прирост рождаемости, снижение смертности. И самое главное, что мы все-таки сломали ситуацию по дорогам. У нас пошла тенденция на снижение аварийности, на снижение смертности и на снижение пострадавших. Преступность, несмотря на сокращение, она тоже имеет тенденцию к снижению, хотя снизилась на 3,5%. Но мы видим, что для нас очень важно, что идет снижение уличной преступности. Для нас это очень важный показатель. Во все такие непростые времена, переходные, всегда очень важна уличная преступность. Мы ее отслеживаем. Мы смотрим. Хотя очень остро стоит проблема наркомании, алкоголизма. Особенно Кириши, Луга, Тихвин, Сосновый гор. И уличная преступность это Кировск и Сосновый гор. Вот там рост очень серьезный. Может, впервые вот так сел и себя похвалил. Но на самом деле, когда я посмотрел цифры и поднял свои обещания, которые я давал 28 мая 2012 года, ну, скажем так, ровно в середине 2012 года, я посмотрел, что большинство этих обещаний мы перевыкнули. Это хорошо. Это значит, что мы отработали этот период не зря. И заметьте, что я отчитываюсь не только за 2015 год, а в целом же этот период, потому что для меня этот год был таким своеобразным рубиконом. То есть завершился первый губернарский срок, нашелся второй губернарский срок. Надеюсь, мы также его проведем с вами активно. И будем готовиться, кто же у нас пойдет на третий губернарский срок, потому что больше двух их не бывает. Я вообще считаю, что работа губернатором – это не радость, а наказание. Не считаю, что есть такой подробный доклад. Очень радостно слышать, какие приятные цифры. Но у меня все-таки вопрос, что мне удалось сделать, помимо того, что Дорожный фонд не полностью от своего выделенного средства. Вы знаете, я недоволен тем, что меня не услышало правительство и муниципалитеты ровно год назад. Ровно год назад я, не будучи оракулом, не будучи правительством, предложил две программы работы муниципалитетового правительства. Это программа 12, программа эффективного рубля. И не случайно я ее назвал программой эффективного рубля, понимая как экономист, что мы попадем в инфляционную турбуретность. То есть у нас будет, так сказать, нарастать тенденция к обесцениванию рубля, и как следствие к росту цен на все, ресурсы, материалы, продукты, товары народного потребления. И, к сожалению, это не было услышано. И очень много чего сегодня не удалось добиться, это как раз не удалось добиться, связанность с эффективностью работы. Я уже отмечал, что та же великолепная программа строительства детских садов, когда мы говорим о 18 детских садах построенных, а должно было быть 24. Хорошо, что мы сами себе поставили большую задачу, и мы, в принципе, выполнили первый этап указа президента, но могли же построить больше. Но если у нас некоторые районы и города по 6-8 месяцев оформляют только разрешительную документацию на земельный участок, ну вы понимаете, что рубль, который был 6 месяцев назад, он совершенно другой по возможностям, чем тот рубль, который стал через 6 месяцев. На него меньше можно купить, меньше можно построить, меньше можно, так сказать, сделать вообще. То есть инвестиционная программа полетела из-за этого. Дорожная программа полетела из-за этого. По тому, что касается форм управления. Но абсолютно косвенное управление, ну в правительстве только сейчас начали ломать систему, но под 20-30 согласований на обычном родово-рядовом распоряжении, которое должно выйти. У месяца уходят для того, чтобы вышел элементарный документ. Документарь говорит, создаем рабочую группу. Ну кажется, у населения, да вот, у вас есть, ну завтра будет рабочая группа. Через месяц, полтора только выходят документы о создании рабочей группы. Тема уже ушла. Уже забыли про тему, для чего создавалась рабочая группа. Время сжимается, бежит быстро, уже это не актуально. Уже свершилось там либо, так сказать, это правонарушение, либо это событие, либо уже, так сказать, бесполезно влиять, так сказать, на историю, значит, того или иного дела. Все уже. А мы только создали, чтобы приступить к рассмотрению этого вопроса рабочую группу. И много и много другого. Вот этого не удалось. Не удалось выстроить пока эффективную систему управления регресс-колу. Это, наверное, самое сложное, самое серьезное, чем я не доволен. Потому что все остальные вытекающие проблемы и в здравоохранении, и в соцзащите, и в образовании, и в спорте, и в стройке, и везде, это все следствие недостаточно эффективной системы управления. Вот надеюсь, что вот эта смена структуры правительства, и тоже многие мне говорят, ну а что бы такого кардинального сделали? А на самом деле это же такой революционный подход, когда мы полностью разделили правительство на функционал общественно-политический, на функционал хозяйственный. И сегодня любой запрет, он понимает, что он не политическая фигура. Ему не нужно считаться там с политическими мнениями, партиями, движениями, кто там чем дышит, кто в районе с кем там играет. Вот у него одна задача – решать свое направление работы и все. А для политики есть другие люди, которые будут плохо или хорошо, но посмотрим, как это будет получаться, будут эту ситуацию решать. Поэтому вот в этом, наверное, основании. Субтитры создавал DimaTorzok